какая прекрасная у нас клубника я еще думаю по поводу сахара мы вчера что ли не в общем когда-то мы вот такой маленький сахарок купили это тростниковый сахар мама добавила сахар у меня как он быстро даже в молоке растворяется значит я так понимаю коричневый это мурено правильно расскажите мне мурено по-моему это коричневый для сахара а сукар это точно сахар но рафинада не рафинирован в общем все будет да а я буду вот с такой вот кофейная шоколадной штучкой и разбавлю это покажи нам шикарнейшее молоко которое нравится даже вообще это не что она как со вкусом сливочного масла хотя она как это средней жирности до средней жирности вот лечи сами это средняя так понимаю здесь написано до 16 вот это свежая фреско молоко она безумно вкусная и тоже без лактозы что надо но будет быстрее выпивать приятного аппетита анечка хочешь думать какая у нас экибана весна такая весенняя зелененькая хоть и искусственная и еще у нас такая оказалась зелененькая я даже не знала какого она цвета вот это свечка медитационная из ричелс она тоже оказалась зелененькая то такая весенняя пойдемте там вообще должно быть 16 градусов сегодня а здесь натуральные цветочки все еще распускаются ирисы красавцы а мы сегодня встречаемся с марией с человеком с которым мы уже на самом деле больше месяца пытаемся скоординироваться и встретиться она организовывала нам трансфер вот когда мы только приехали муж здоровый и кроме того мария помогла нам с очень очень серьезные вещи вообще не была обязана мы не так близко знакомы чтобы она нам даже вот пыталась помочь но она очень оперативно совсем помогла все сделала перед перед новым годом и да это же было до перед новым годом за неделю нам нужно было очень быстро кое-что переправить мария предложила нам пойти на кольцо на вот эту вот традиционную еду испанскую и опять же хочу сказать что мы не это не реклама мы за деньги не получаем за то что оставляем внизу какие-то координаты просто очень и душевный и очень надежный человек я даже не знаю еще что сказать сейчас мы вас познакомим мы пришли в очень красивый ресторан просто прям вот двери уже красота очень красивый настоящий ресторан у меня у 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 вы у Как раз с Марией я предысторию рассказала нашего обсения. И Мария сейчас нам расскажет, как правильно есть... Это самая первая типичная испанская еда, панком томаты, берем чеснок, ну можно его шелушить, можно и шелушить, так чистим. Дома черный хлеб набираем, да? Да, но здесь... Да. А, хлеб поджарим, да, немножко хлеб. Мы его вот так натираем, кто любит побольше чесночка, и тогда не нужно. Разрезаем вот так помидорку вот так, вот это вот остается вот так повдоль, чтобы сок у нас был. Обильно смазываем помидоры. Все, и сверху вот так чувствую оливковое масло, ну или кто послепит, да? И все. Это закусочка. Да, мы только готовы. Аперитив. А вот эту часть уже не используется. Нет, это не используется. Ну ее дотирать можно до корочки. Самой-самой корочки. Все, и кушаем. Есть еще меньше помидорки, вот которые специальный сорт для вот именно панком томаты делать. Понесучные панки. Да, и хорошо давить, то есть они хорошо дают сок. Салат, если их порезать, то они уйдут соответственно. Каталанский салат с тунцом, здесь вот тунец, да, мы видим. Спаржа, вот такая огромная спаржа, ну много овощей, оливки домашние, да, которые они делают здесь, скорее всего, сами в этом ресторане. Вот, как мы едим его? Мы сначала поливаем его уксусом. Ну, кто не любит, все любят уксус? Нормально, да. Нормально все. Чуть-чуть, да, так, брызгиваем уксусом. Чуть-чуть. И потом уже маслом. Почему сначала уксусом, потом маслом? Потому что масло сворачивается, если делать наоборот. Угу. Все. Приятного аппетита. Мы... Да. Нет, это такие, ну, свежие, жареные. Я хочу узнать, как они готовы, чтобы туда приготовить. Ну, вот так вот, вот то, что они запеченные, немножко на огне, да, но это можно в духовке так запечь. То есть берется вот, это так на огне, они не срезанные, а когда свежие, вот так вот отрезается вот эта верхушка, да, куда сыпется соль, масло, оливковое. Можно чеснок поставить их в духовку или вот в те запекаемые мешки для запечения. И все, минут сорок. А потом есть нужно вот эту серединку. То есть берете, так вот, вот, вот все, что в середине, нужно кушать. Там для еды остается очень много. Ну все, листики. Ну и самая-самая сердцевина, это самое вкусное. Вот там такая, есть как, немножко колючая середина, ее надо убирать. Горячо. Нам приехал кольцотик, сейчас будем узнавать, как же его есть. Есть, здесь есть одна хитрость, короче, как чистить кольцот, но этот, скорее всего, запечен в духовке просто обдан огнем. А вообще жарят на конкрет. Вот старец-то. Здесь есть такая, крашик вот такой, за которую надо цеплять. Вот так берем, держим. Нащупываем. Снимаем. Он там снимает. Он там снимает. Все. И вот так макаем соус. Сильно макаем соус. И вот так макаем. Лука пахнет. Лука пахнет. Лука пахнет. Прям целый, да? Приятного аппетита. Ну как вам? Вы же сразу можете ответить. Очень круто. Вкусно? Классно. Мы продолжаем. Да, я тоже буду сейчас пробовать. Ну у нас просто целая церемония. Это баранина. Мария сказала, что вот эти колбаски называются бутифара, правильно? Бутифара, да. Это каталонские колбаски. Угу. Они еще бывают острые, такие красные кровяные колбаса, но это обычно. И баранина. Ну мама радуется баранине очень просто. Да. И еще нам принесли отзывы приятного аппетита. Я уже луком, честно говоря, объелась. Мама еще продолжает. Нам принесли что-то типа пирог. Кокет де ябанерес называется. Приятного аппетита, мы ждем кофе. Не обращайте внимания на дыр-дыр-дыр-дыр. Это строят вот этот дом. Так очень мощно, смачно. Вот это, вот это, вообще непонятно что. Я так внутрь всматриваюсь. Это вроде не офисное какое-то здание. Это что-то, не знаю, там вот есть выход на парковку. Но очень красивое хай-тек такое здание. А вот это, кстати, крокозябры вот это. Это музей. Это мы в стороне диагональ Мар. Мария нас подвезла. И вот там, около диагональ Мар. Остановила. Мы сейчас пойдем гулять по набережной. Может быть, доберемся до водолоны. Здесь традиционный ветер у моря. Люди, я вам хочу сказать, что это красота, да? Это что-то необыкновенное. Ну, конечно, я понимаю, что... Я читала, что в этот луг, в кольцо, люди либо сразу влюбляются, либо потом его ненавидят. Он, ну, своеобразный. Действительно, не для всех. Но сама вот эта церемония. Сначала аперитив в виде вот этого бутерброда с чесноком и помидорами. Потом салат с тунцом их местный. Аня говорит, ну, это примерно то же самое, что греческий салат. Нет, но... Ну, в принципе, все салаты, можно сказать, что они похожи, да? Но лук вот этот, это, конечно, очень оригинальная вещь. Очень вкусный соус. Да. И нам немножко поздновато мясо принесли. Но оно тоже было очень вкусным. Но если бы его принесли сразу, прямо с луком, мне кажется, еще лучше было бы... Ой, какие артишоки! Это очень просто вкуснятина. И вот эта баранина, это просто пик, пик блаженства. Но мне и колбаски понравились. А я еще и колбаски не понравились. Ну, я просто свинные колбаски не люблю. В общем, короче говоря, это такая замечательная традиционная еда. Я думаю, что, конечно, не каждый день, но раз в год тем, кто живет здесь, в Испании, ну, просто сам Бог велел на эту церемонию сходить, церемонию еды. Такой классный ресторан. Вы знаете, здесь официанты во многих ресторанах, я уже заметила, вам просто вот бросают, швыряют еду, как этим, к людям, которых презирают. И там, не знаю, щенкам каким-то. И мы так смеялись, Маша нам говорит. Это у них так, типа, принято показывать, что они такие деловые, что у них прям вот так все в руках горит. Да. А я не только здесь... Не присмыкаться. Да, я в других местах тоже это замечала и думаю, ну, вообще, какое-то такое отношение к клиентам, к посетителям, а то у них, оказывается, типа, они деловые. Да. Ну, официант в конце уже такой добрый, получается. Ну, все разошлись, конечно, мы там 4 часа почти, ну, 3,5 провели. Разные люди, абсолютно разные люди. Приходили азиаты, приходили... Не, ну, туристы, местные, деловые. Да, деловые люди приходили. Ну, они свое что-то ели. Семьи. Приходили туристы. И очень разноплантно. Ну, это такой ресторан, его не каждый может найти. Ну, мне кажется, что... Потому что он находится в таком районе. Нам очень повезло, что Мария нам... Я бы на него вообще не клюнула. Нас на него вывела. И все рассказала, как традиции, вот как все это принято. Здесь, оказывается, в основном, ну, мы уже были в нескольких ресторанах и заметили, что в основном официанты... У тебя нимб. У-у-у, я святая. В основном официанты все-таки пакистанцы. А это настоящий деревенский ресторан внутри Барселоны. Это большая редкость. Где испанцы... Настоящие испанцы. Это, кстати, нам тоже Мария рассказала. Это тоже, да. Это большая редкость. А кофе какой был вкусный. Слушайте, столько Бейлисов. Нам еще нигде не были. В кофе, да. Вот такой кофе, вот столько Бейлисов. Да, очень было вкусно. Я, честно говоря, не знаю, где мы, ну, вот именно по назначению находимся. Может быть, это доки. Может быть, это еще что-то. Может быть, это просто вот именно такая прогулочная зона. Потому что здесь какие-то вот входы. Не ясно, в общем. Какие-то вот такие навесы сделаны. И там... Ну, там точно смотровая площадка. Сейчас мы на нее поднимемся к морю. Мама меня просто изнасиловала. Задавая вопрос, зачем эта фигня здесь. Я говорю, это архитектурные решения. Она говорит, нет, такого не может быть. Это что-то другое. Мама, почему это такое? В общем, это функционально. Это солнечные батареи. Очень сильный ветер. Я надеюсь, что вы меня слышите. Это солнечные батареи. Они накапливают, ну, понятно, солнечную энергию. И мы, единственное, не знаем, куда они ее подают. Эти батареи питают. Питают, да. Вот. Ну, вот. Такая огромная... Вот такая площадка. Смотри. Да. Огромная штука такая. Это какой-то порт-форум. Мы не специально сюда пришли. Просто гуляем. Поэтому не знаем, что это такое особо. Здесь маленькие такие парусники. И, да, действительно, здесь порт. Здесь стоят лодки. Бухточка такая. И там тоже стоят яхточки. А вот здесь, кстати, какой-то завод. Надо нам его пройти быстренько. И уже туда, на набережную, более такую интересную, чистенькую пройти. Яхточки стоят еще. Я говорю, Али, не яхты. Она где же не была? Яхт не может. Думаете? Я бы не знаю, что Оля не приносит яхты. Да. Я бы никогда не хотела яхту. Нас очень укачивает на этих... Но люди знают. На этих зверях нас укачивает. Пальмы. Снова пальмы. Красота. Там тоже внизу, вот где эти яхточки, тоже пальмы. Здесь и пляж красивый. Ну, конечно, сейчас пока еще никого нет. Здесь скупающихся, потому что холодно. Здесь люди, рядом вот с этим заводом, который не очень вкусно, я вам честно скажу, пахнет. Занимаются спортом. Я не знаю, чем они дышат тут. Да. Один играет в мячик, другой бежит. На роликах, видите, бежит. Да. Тут с собачкой гуляли. И тоже ходили, спортивной ходьбой занимались. Воняет он, конечно, серьезно так. Ну, химический какой-то завод. Ешь я вот без пляжей. Да. Я, конечно... Это не Бадалона, по-моему. Ну, в общем, неоднозначная вот по поводу этого завода. Что туда она делает? Ну, не знаю. Мы-то направляемся вот туда. Там уже не Барселона. Да, и там дальше другие городки. Мы туда направляемся. Мама говорит, либо вот по тому мосту, либо в брод. В брод не получилось. Получается в брод как-то. Мы не одеты и не обуты. Поэтому идем на тот мостик. Мы не одеты. Мы сели в трэм. Второй раз вообще за все время. Мы обратно уже едем. Практически никого здесь нет. Но мы сейчас куда-нибудь доедем. Вон они солнечные батареи. Первый раз мы ехали... Там было очень много народу. В трамвае... Ну, тут была просто... Потому что эти были в забастовке. Сейчас мы одни. В забастовке были. В трех вагонах или в четырех даже. Да. Да, да. Потому что тут практически сканечные. Мы зашли в Алькампа. Здесь недалеко. Смотрите, здесь по одному еврику. Вот такие наборчики продаются. Очень красивенькие. Смотрите. Мама уже постановила, что это ерунда. Фломастер. За 1 евро. Да. Мечта любого ребенка. 8 евро. Вот здесь мелки, карандаши, тоже фломастеры. 59. 59, да. Круто. Чего-то 59. Мы пришли. Да. И будем вас облизывать. Мы пришли сниматься. Будем сейчас вас облизывать. Еда безумно вкусная. Она до сих пор у нас в животиках переваривается. Ну, баррельная каша тяжелая. Да. До сих пор. Ну, раз в год можно себе такое позволить. Конечно, это вот настоящее национальное что-то. И мне вообще такие нравятся вещи. Мария, спасибо огромное за весь экскурс по нашему гастрономическому столу. За все, за все. И за знакомство, и за приятную беседу, и за такой вкуснятины, и за все объяснения. Привет вам. А все координаты Марии внизу. И вы видели ролик в серединке. Я просто не могла его не вставить. И девочка в ролике – это ее дочка. Варя. Варя. Так что, Варичке, привет. И обязательно, ну, покажите мамашу, покажите этот ролик. И Олегу тоже привет. Это муж Марии, который нас, собственно, и привозил на трансфере. Угу. И все было замечательно. По дороге мы столько всякой информации получили еще. Ой, вообщем, очень мы хорошо провели время. Потом мы еще пошли, растряслись немножко. Да. Да. И мы сейчас будем смотреть… Мы наконец-то досмотрели «Люди в черном». Мы будем смотреть сейчас «Догму». Это еще один наш любимый фильм. Потому что… Желтый дом, турдом, белый дом. Все путем. Это турдом. Да, да. Мануальная терапия. Потому что мы Гинду Фиорентину увидели в «Люди в черном» и сразу вспомнили про «Догму». Да. Вот. И пишите, какие вот такие вкусности, может быть, какие-то такие ритуалы едальные вы делаете. Национальные ритуалы. Да. Нет, ну… Раз в год, может быть. Раз в десять лет. Раз в год, может быть. Раз в десять лет. По-настоящему едят. По-настоящему приготовленные. Какими-то традициями. И бешбармак, и манты. Это все продается с определенной закустой. Не просто так. Сел быстро-быстро похватал. Да. В общем, у каждого народа есть вот что-то такое традиционное. И очень это все интересно, очень вкусно. Что это у вас в семье? Да. Да. А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаю вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok